и всем привет вы на канале тыковка тв и сегодня я снимаю видео о такой как мастер-класс как можно сделать для мальталпоне прекрасный ободочек и давайте начинать для этого нам понадобится вот такой вот наборы с всякими блесками там для рукоделия потом покажу что это за набор и ножницы только с ножницами вы должны обращаться очень аккуратно и отрезать должны не вы а ваши родители так давайте я открою набор вам и покажу что это вообще такое ну чтобы понимать как бы так аккуратно вот это на такой набор как для рукоделия вот это такая резинка натянется вот у меня как раз остался кусок от предыдущих моих работ я сама и дело это я возьму как раз на подойдет для пони моей я кстати буду для флава вещи сделать потому что она мне нравится я думаю что на ней будет очень хорошо смотреться вот это вот так не знаю как ободок и так как уже скоро весна а флава выше с она очень любит цветочки вот у меня пить и марка с цветочками то я выбираю вот такие вот сейчас покажу я положу вот такие вот цветочки там дырочки у этих цветочках менте вот дырочки куда вот надо вот вот тут вот будет видно это такая дверочка через нее надо вот просунуть вот эту вот резиночку и значит как это надо делать мы сейчас покажу вам мы берем вот эту вот резиночку смотрите беру вот резиночку беру цветочек не важно какой стороной вы должны вот так вот смотрите проткнуть как можно сказать вот чтобы было так чтобы вот этот цветочек был на резиночке ну или я не знаю что у вас есть если у вас вообще такой набор для рукодилия я показываю как можно сделать с помощью таких вот штучек мальтел пони прекрасный такой как ободочек и вот у меня этих как его говорил очень много таких вот штучек всякие сердечки всякие вот маленькие видеть какие сердечки всякие вот шарики чего у меня только нет там всякие бисер и поэтому вы можете любое использовать материал не знаю там что вы можете вообще я вам советую вот если у вас есть там не знаю какие-то вот браслетики от браслетиков например старых которые вам не нужны можно взять детали вот для вот этих ободков ну сейчас я наберу нужное количество вот этих вот цветочков и покажу как завязывать узел и чтобы это красиво смотрелось на нашей пони ну вы принципе поняли как надо надевать вот эти вот цветочки но я вас предупреждаю вот где-то примерно до суда и до суда цветочки не надо набирать примерно где-то на работ вот столько вот вот такое вот количество надо цветочков этих или не знаю какого-нибудь бисера потому что остальное место нам надо оставить чтобы сделать узел а если узел будет большим то его можно будет подрезать и так сейчас я наберу нужное количество так я вот уже собрала несколько штучек сейчас буду продолжать и для удобства возьмите вот ножницы или вот карандашик вот чтобы осталось место вы положите вот так вот карандашик и вот этот бисер он не будет скатываться и так дальше собирайте так сейчас я продолжу так я вот уже почти до свидания еще осталось вот немножко ответьте мне вот наверно где-то вот вот видите такой как а сгибут мне надо до него осталось 23 цветочка сделать мне как раз остается несколько цветочков и сейчас я сделаю покажу как закреплять на пони и вообще как делать вот этот ободок вот столько цветочков я уже сделала вот я думаю столько будет достаточно теперь вам надо будет вот так вот аккуратно сейчас покажу аккуратно вот взять вот так вот смотрите уже похоже на ободок вот просто приложить посмотрите идет ли вашей пони вот моей идет просто это пока не очень видно сейчас я вам покажу как делать ну как бы простой узел который можно будет использовать дальше сразу говорю вам надо сейчас как я сделаю поставить вашу пони поставить смотрите внимательно сейчас покажу вот ставим пони и вот вот так вот несмотря как у вас цветочки вот так не так то нельзя и как тот закрепить чтобы понять вот ей будет вот так вот удобно или не так удобно вот так вполне ей удобно на голове и все держится теперь я вот эту мерку беру вот ведь я вот держу пальчиком мерку принципе если будет больше то это ничего страшного можно будет срезать узел и сделать новый так сейчас подберем берем два конца вот так вот и их связываем вот так не связано как вот соединяем потом берем еще раз и вот так вот сейчас вот беру и уже связано как раз так связали теперь вот так пальчиком придерживаем придерживаем оп сейчас аккуратно так вот так вот так это раз узелок потом чтобы ничего не развязалось так что было крепко все мы берем еще делаем небольшой узелок вот 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 так и теперь стягиваем хорошенько у нас получается вот такой вот узелок смотрите какой крепкие хорошие а вот если вам вот эти вот штучки мешает их можно подрезать но я пока просто проверю на пони вы просто посмотрите наша flower wishes как как фея стала вы посмотрите какие этот ободочек идет и цветочки очень красивые видите вот показываю вот flower wishes тебе нравится да конечно я и просто счастлива у меня никогда не было таких прекрасных ободков но конечно если вам это вот мешает вот эти вот штучки их можно просто подрезать но вы их прям вот не подрезайте прям близко а то это просто узел развяжется и все сейчас я подрежу и покажу так вот я подрезала теперь вот можно смотреть вот смотрите это получился вот такой прикольный ободок для нашей flower wishes ее можно теперь наряжать на всякие вот баллы там не знаю куда она ходит и наверное в следующем видео мама купи мне пони я вам покажу ее вот в этом прекрасном ободке если вы хотите чтобы я еще что-то делала для мальта пони там возможно для монстр хай или для куколок лол то пишите в комментариях и всем пока 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 подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки